А в нашей студии уже появился гость, я рад представить, Марину Шаренко, главного внештатного специалиста, психиатра, нарколога, Министерства здравоохранения Республики Крым. Доброе утро. Доброе утро. Как началось ваше утро нового дня? Замечательно. Ну, сегодня мы поговорим, наверное, об одной из самых актуальных тем, которая может только касаться молодежи, это профилактика наркозависимости разных. Скажите, пожалуйста, вопрос такой, утренний совсем. Вот, страстная любовь к кофе, это наркозависимость? Это, скажем так, зависимость от определенного вещества. Кофе, в состав кофе тоже входит вещество, тоже, которое является психоактивным, это кофеин. Но опять-таки, зависимость – это употребление большего количества, большого количества. То есть, тогда, когда это уже начинает мешать не только самому человеку, но и всем остальным окружающим. Ну, смотрите, сегодня мы, конечно, будем разбирать, наверное, больше частые вопросы, которые касаются Крыма непосредственно. И хотелось бы узнать, как обстоят дела сегодня, как мы боремся. И мы знаем то, что, естественно, есть профилактические различные беседы, семинары, лекции. Как справиться с такой глобальной проблемой? Как мы это делаем? Видите ли, первой и самой большой, будем так говорить, не проблемой, но первым вопросом, который всегда решают, это необходимость каждого человека, который употребляет те или иные вещества, изменить что-то конкретно в себе. Не в своем родственнике, а конкретно в себе. То есть, быть готовым к тому, что нужно измениться и самому. Изменить свои реакции, изменить свое восприятие на одни и те же поступки человека, который рядом. Вот к этому не всегда и не все готовы. То есть, вы клоните к тому, что с проблемой одного человека должны, наверное, сражаться все общества, окружающие? Во-первых, микроокружение. То есть, не секрет, что есть такое понятие созависимости. То есть, тогда, когда один человек в семье болен, фактически больна вся семья. Поэтому работаем не только мы, и с родственниками в том числе. Наверное, это же в первую очередь. И в первую очередь, да. Есть по субботам в нашем учреждении, ну, будем так говорить, определенное занятие для родственников пациентов. То есть, как правило, начинаем с них и приглашаем на них. Пожалуйста, приходите. То есть, для того, чтобы человек рядом, твой близкий, муж, сын, дочь, прекратили употребление, начинать надо с себя. Не с того, чтобы вести их за ручку и сказать, сделайте с ними что-нибудь. А начинать нужно именно с себя. Арина Филипповна, а как вообще заподозрить, что что-то не так со своим братом, сестрой, сыном, дочерью? Ну, первые признаки, они бывают не всегда заметны. Особенно, если, скажем так, человек достаточно взрослый, если это, ну, будем так говорить, не совсем ребенок. То есть, тогда, когда это начинается уже, ну, в более зрелом, так скажем, 20, 25 и так далее. То есть, первое, что меняется, изменяются интересы, изменяется окружение. То есть, можно сразу увидеть, какие, что, что человека будет интересовать, что интересовало раньше. То есть, ну, если он сначала общался, там, грубо говоря, с заучками и ботаниками, то бах, появились его сорвиголовы вокруг. Ну, во-первых, сорвиголовы, во-вторых, появились какие-то секреты, какие-то, скажем так, сокрытия чего-то. Потому что не секрет, что данное употребление любых психоактивных веществ, оно не приветствуется. Ни обществом, ни, как правило, семьей. То есть, нет ни одного человека, который бы сказал, что я хочу, чтобы кто-то рядом со мной употреблял эти вещества. Но так происходит. И если это происходит, оно с чего-то начинается. Так вот, как правило, первую пробу, чем моложе человек, тем увидеть проще. И вот первую пробу нужно, будем так говорить, в семье отработать от и до. Хорошо, какие меры нужно предпринимать? Самое первое. Самое первое, понять, во-первых, почему это произошло, вот внутри конкретной семьи. Во-вторых, объяснить, что не надо ему это. Потому что первая проба, она не влечет за собой каких-то физических изменений. Как правило, есть психологическая составляющая, но не факт, что это зависимость. То есть, есть толчок к тому, чтобы человек разрешил себе это попробовать. Так вот, нужно работать именно с этой частью. Можно работать по-разному. Опять-таки, все зависит от того, кто увидел, кто рядом и как это происходит. Скажите, а какие причины могут быть? Что побуждает подростков пробовать? Побуждает отсутствие состояния комфорта. То есть, тогда, когда человеку комфортно внутри, будем так говорить, своего сообщества, он не будет употреблять. Когда возникает дискомфорт, любой. То есть, психологический, физический и неудовлетворенность. То есть, желание чего-то еще. Вот я хочу такого, я хочу такого, я хочу чего-то неземного. Не бывает так. То есть, все мы живем в определенном обществе. Не все бывает гладко. Но чувство локтя рядом находящегося, будь то это сестра, будь то брат, мама, папа. То есть, понимание, взаимопонимание в ближайшем окружении. То есть, это контакт детей с родителями в первую очередь. И, как правило, в первую очередь, именно вот такой физический, психологический. То есть, казалось бы, что такого страшного, когда, придя домой, мама или папа, не утыкаются куда-то, а первые 3-5 минут уделяют ребенку. Вот они самые важные. Арина Филипповна, к сожалению, подходит к концу нашей беседы. Да. Самое главное, если вдруг, не дай бог, кто-то из наших телезрителей все-таки заметил какие-то проблемы в семье, куда ему обратиться, где искать помощь в вашу первую очередь? Значит, проблем может быть достаточно много. Первое, нужно понять, что это. То есть, нужно понять, что это за вещество. И есть ли оно. Потому что, как правило, сейчас есть вещества, которые не всегда можно диагностировать в домашних условиях. Каким образом? При самообращении и за консультацией никаких социальных последствий для человека не возникает. Куда обратиться? Город Симферополь, улица Февральская, 13. Крымский научно-практический центр наркологии. Диспансерное отделение в рабочие дни. Такое отделение, кабинет медицинского освидетельствования, круглосуточно. Спасибо большое. Напоминаю, в гостях нашей студии Марина Шаренко, главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Республики Крым. Спасибо вам, что вы нам столько рассказали полезной информации. Надеюсь, она была донесена до широких масс, и все ее, так сказать, вняли ей. Спасибо большое за беседу. Ну а я надеюсь, что в интернете все-таки зрители будут искать полезные и интересные новости, как это делают наши корреспонденты. Прямо сейчас рубрика «Новости из интернета». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова